Привет! Итоговое сочинение это то испытание, которое ты должен пройти для допуска к государственной итоговой аттестации. И сегодня я знаю, что осталось очень мало времени до его написания, поэтому дам тебе несколько приемов, которые помогут написать сочинение с первого раза. Начнем с бланка регистрации и бланка записи. Вот здесь ты пишешь свое сочинение. Верхнюю часть бланка регистрации ты заполняешь сам, а вот эту часть заполняет эксперт. Давай посмотрим, что он будет оценивать. Итак, первое. Требование в сочинении должно быть 250 слов. Если слов будет 251, ты молодец. 252, замечательно, 249, ты получаешь незачет сразу. Твоя работа больше проверяться не будет. Второе, что будет проверять эксперт. Мысли сам. Не секрет, что в интернете уже есть горы готовых сочинений. Но если эксперт заподозрит, что ты пишешь сочинение готовое, и оно не твое, ты сам знаешь, проверка на антиполагиате не составит большого труда, и у твоей работы могут возникнуть проблемы. Если два требования выдержаны и выполнены, то эксперт начинает проверять сочинение по критериям. Критерий номер один. Ты должен раскрыть тему. Направление 5, и они тебе известны. А тем, много ли их? Я видел в интернете до 30 тем по одному направлению. 30 умножаем на 5, ты можешь выучить 157? Сомневаюсь. Поэтому сегодня будь внимателен и постарайся понять, как нужно раскрывать тему. И тогда первое требование, первый критерий ты выполнишь. Второе. Помимо того, что тему нужно раскрыть, надо доказать свою позицию. Ты же помнишь, что сочинение это всегда размышление. Размышление, в котором ты излагаешь свою позицию, и эта позиция должна быть доказана. В качестве аргументов мы всегда используем на итоговом сочинении литературные произведения. Я понимаю, что горе от ума, что преступление и наказание и войну, и мир ты уже читать не будешь. Поэтому дам тебе несколько других произведений, которые сумеешь прочитать за 20 минут и использовать их в качестве литературных аргументов. Следующий критерий. Нужно не только доказать, не только раскрыть тему, но и выстроить текст. Это тоже для тебя не новость. Каждое сочинение состоит из трех частей. Это вступление, это основная часть и это заключение. Причем это должно быть связное размышление. То есть мысли должны свои плавно переходить от одной другой. Они должны быть обоснованы, и все сочинение в целом должно являться текстом, посвященным одной теме и проблеме. Следующий критерий, который оценивает эксперт. Издолгай ясно. Да, речевые ошибки, они всегда имеют место быть в сочинении. Но это совершенно не проблема, если это единственная твоя слабая сторона. Потому что пятый критерий говорит о том, что мы должны грамотно писать. Пять ошибок на сто слов. Больше допускать нельзя. Обрати внимание, последние три критерия выделены зеленым. Это значит, что если ты знаешь, что ты человек очень и очень неграмотный, это не критично. Сосредоточься на том, чтобы сочинение было правильно построено, чтобы ясно излагались твои мысли. Если ты знаешь, что ты косноязычен, то, пожалуйста, проверь сочинение так, чтобы ошибок было не более чем 5 на 100 слов. По-моему, все понятно. Итак, резюмируем. Обязательно 250 слов, обязательно мыслить самому, обязательно раскрыть тему, обязательно доказать и обязательно выполнить хотя бы один из трех зеленых критериев. Если это понятно, то давай обратимся к деталям. Итак, наше сочинение должно быть 250 слов. Но ты же понимаешь, что считать это очень долго. Как написать сочинение, которым будет не меньше? 250 разделим на части. Мы все знаем, что основная часть – это половина сочинения. Четверть уйдет на вступление, четверть уйдет на выводы. Поэтому возьмем число, которое легко делится на 4. Для меня это 280. Во-первых, уже больше 250, во-вторых, четко делится на 70. Благодаря конструкторам рукописных шрифтов мы с тобой видим, что в одной строке помещается примерно 7-10 слов. И если у тебя почерк достаточно стандартный, то считай 7 слов в строке, значит, каждый абзац должен быть примерно по 10 строчек. 10 строчек вступления, 20 строчек – основная часть и 10 строчек – твое заключение. Да, можно чуть больше, да, можно чуть меньше, но только немного. Иначе тебе придется пересчитывать все слова в сочинении, а это тоже займет время. Вопросы есть? Надеюсь, что нет. Если есть, пиши в комментариях. Следующий момент. Мы переходим к раскрытию темы. Итак, что такое тема? Тема – это не просто формулировка из непонятных слов. Тема – это зашифрованный вопрос. Вопрос – это тот вопрос, который ты должен расшифровать, разжевать и на который ты должен ответить. Тема – вопрос, а вот твой вывод – это уже будет ответ на этот вопрос. Ты скажешь, зачем формулировать вывод сразу? Отвечу. Если ты сразу знаешь, к какому ответу должен прийти, то ты всегда дашь правильный аргумент, и ты всегда построишь сочинение логично. Вот, например, тема «Должен ли человек чтить своих предков?» Обрати внимание, как легко, уже сама тема сформулирована в виде вопроса. Но ты же ответишь «Да», и на этом твой сочинение закончится. Подумай, какие еще вопросы спрятаны в этой теме? Не знаешь? Сегодня мы с ней поработаем. Я предложу тебе еще несколько тем, над которыми мы поработаем, и будем учиться раскрывать тему, искать зашифрованные вопросы, ответы к ним и прокладывать путь от вопроса к ответу. Но на пути этом обязательно напоминаю аргумент, пример из художественного произведения. Причем аргумент – это не просто пример, аргумент – это доказательство твоей позиции. Итак, давай повторим. Мы видим тему, мы ищем в ней зашифрованный вопрос. Этот вопрос будет выражением нашей позиции. Мы сразу понимаем, как мы с тобой ответим на этот вопрос. Этот ответ и будет выводом, к которому мы придем. На пути от вопроса к ответу нам понадобятся аргументы. А теперь немного о них. Я понимаю, что курс литературы с 1 по 11 класс содержал множество произведений. Я здесь выписала только жанры. Обрати, пожалуйста, на них внимание. Это очень и очень много произведений. А твое особое внимание обращу на третий столбик. Загадки, пословицы, поговорки, скороговорки, заклички и другие малые жанры использовать нельзя. Это нам не поможет. Убираем их. Но все равно, обрати внимание, остается очень много. И здесь я бы обратилась к рассказам, новеллам, сказкам, былинам и мифам. Потому что сказки мы знаем с детства. Потому что былины мы читали и в начальной школе, и в средней школе. Потому что мифы – это то, что в детстве очень интересно и запоминается, мне кажется, больше даже сердцем, чем умом. Они нам будут с тобой большими помощниками. И если мы с тобой найдем произведение, которое будет короткое и очень понятное, то использовать его в качестве аргумента будет достаточно полезно. Итак, четыре темы, четыре вопроса. Напоминаю, от них мы с тобой идем к ответу и по пути ищем аргументы. Почему аргументов у меня два? Ведь достаточно только один использовать в сочинении. Объясняю. Ты достаточно глубоко мыслишь. Ты можешь развернуто размышлять о проблеме. Если да, если ты напишешь аргумент на 140 слов, замечательно, используй один. Если ты понимаешь, что много сказать не сможешь, тебе понадобится второй аргумент. И вот здесь я рекомендую строить сочинение так, чтобы аргументов у тебя было два, а больше вряд ли понадобится. Итак, первая тема, над которой мы работаем сегодня. Как вы понимаете фразу поэта Саади? Никто не вечен в мире, все уйдет, но вечно имя доброе живет. Подумай, какой вопрос спрятан внутри цитаты? Первое, о чем задумаемся, а что такое доброе имя? Любое ли имя называют добрым? И второе, почему люди его помнят? Эти вопросы и составят основу нашего рассуждения. Согласен? Если нет, придумай свои вопросы. Итак, какое имя называют добрым? Ну, очевидно, что это имя того человека, который совершил какой-то благородный поступок. Возможно, кого-то спас, возможно, сделал какое-то научное открытие, возможно, этот человек сослужил добрую службу в судьбе какого-либо другого человека. Например, помог ему вырасти достойным человеком, помог справиться с какими-то проблемами. И почему же тогда его помнят? Наверное, потому, что тот результат, который был достигнут при помощи этого доброго поступка, он имеет очень-очень долговременные последствия. Я бы на вопрос, который поставила вначале, ответила так. Добрые поступки, сделанные на благо другим, не забываются. Люди помнят их десятилетиями, а может быть, даже и веками. Логично? На мой взгляд, вполне. А что же мы с тобой можем использовать в качестве аргументов? Я предлагаю вспомнить миф о Прометее. Помнишь? Того, кто подарил огонь людям. Огонь стал символом возрождения человека к новой жизни. Огонь стал началом цивилизации. Огонь стал символом самой жизни. Ты не помнишь миф о Прометее? Давай обратимся к тому, что ближе. Какие еще герои, известные тебе, известные мне, могли бы послушать аргументами и подтвердить твою позицию? Я предлагаю нам вспомнить об Илье Муромце. Но не верю, что ты не знаешь о нем. Былинный богатырь, защитник русской земли. Он избавил землю от калина царя, он избавил от соловья-разбойника. Он служил не князю Владимиру, а земле русской. И даже однажды, будучи обижен им, сказал, забуду князь обиду, но не заради тебя, не заради твоей княгини, а заради земли русской. И отправился на новый подвиг. Доброе ли имя? Безусловно, доброе. Помнят веками? Конечно, уже само доказательство того, что мы его помним, это 21 век и Илья Муромец, о котором до сих пор все знают. Но здесь у нас есть еще один человек, о котором не могу не сказать. Александр Сергеевич Пушкин, чьи сказки мы читаем с детства, чью лирику мы изучаем ежегодно, начиная с первого класса, сам о себе в конце своего творчества сказал, «И долго буду тем, любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал». Доброе ли имя? О чем говорить? Человек, который показал нам пример искренней дружбы, бескорыстной любви. Человек, который ратовал за свободу. Человек, который сам был примером чести. И каждое его произведение – это доброе слово. Имя Пушкина не забывается. Вот уже более двух веков мы помним о поэте и помним о его произведениях. Посмотри, разве ты не сможешь использовать эти имена и эти произведения как литературный аргумент? Мне кажется, это вполне достойно и доступно. Обрати внимание, у нас с тобой получилась схема. Схема – конспект твоего сочинения. Мы пойдем от вопроса, который будет в нашем вступлении, через аргументы к выводу. Таким образом, твой текст будет логичен, твой текст будет выстроен согласно одной теме, и придя от вопроса к ответу, ты не можешь не раскрыть тему. Согласен? Тогда идем дальше. Вторая тема, которую я предлагаю. Почему между личностью и обществом возникают конфликты? Ты понимаешь, что основное, ключевое слово этой темы – конфликты? Конфликты – это столкновения. И, конечно, они возникают тогда, когда одна сторона не принимает доводы другой. Какие вопросы мы можем сформулировать по этой теме? Посмотри. Каковы причины конфликтов? Этот вопрос общий, он нам не очень поможет. Но если мы с тобой спросим, а что общество не принимает в человеке? Станет уже понятнее. Можно зайти с другой стороны. Что человек не принимает в обществе? Вопросы философские? Да. Но ответ на них очень прост. Конфликты возникают потому, или конфликты возникают тогда, когда цели и интересы человека и общества не совпадают. Это наш ответ, и это вывод, к которому мы придем. Какие произведения будем брать? Разумеется, это будут произведения небольшого объема, произведения, которые тебе уже известны. Я предлагаю вспомнить про феерию Александра Грина «Алые паруса». Вспомни девочку Ассоль, которая верила в мечту, которая поверила в то, что однажды за ней приплывет принц на корабле с алыми парусами. Но жила эта девочка в городе Коперни, жители которого были мрачными и угрымыми людьми. В их домах не рассказывали сказки, в их городе не пели песни. И ни один из жителей этого города не поддержал Ассоль в ее вере. И ни один из жителей этого города не стал понимающим человеком для Ассоль. Она осталась одна, и все называли ее дурочкой. Но тем не менее, нам известен и финал этой сказки. Нам известен финал феерии Алые паруса. Действительно, Артур Грей приплыл за своей Ассоль. И именно для нее он купил много-много шелка для того, чтобы пошить Алые паруса. И фрегат-секрет забрал Ассоль из этого мрачного города. Был ли конфликт? Безусловно, был. Кто в этом конфликте прав? Кто виноват? Судить тебе. Твое размышление может быть основано на этом произведении. Но если ты не знаешь феерию Алые паруса, предлагаю тебе другое произведение. Это стихотворение Владимира Маяковского «Вам». Стихотворение написано в 1915 году. И в основе его лежит конфликт между лирическим героем и тем обществом, той публикой, перед которой он выступает. 1915 год. Россия ввязана в Первую мировую войну. И многие россияне участвуют в ней. Они получают ранения, они бывают убиты. А в это время в столице, в ресторанах сидит публика. Публика, которая наслаждается радостями жизни. Публика, которая жует и слушает поэзию. Публика, которая сосредоточена на обогащении. И герой Маяковского возмущается тем, что есть такие люди. Я не буду тебе читать стихотворение. Оно небольшое по объему. И поверь, если ты его прочитаешь внимательно, ты его никогда не забудешь. И именно в нем мы можем увидеть, как герой не принимает общество, а общество с презрением, с гневом обрушивается на человека, взывающего к их совести. Это произведение можно использовать в качестве литературного аргумента. И опять, посмотри, у нас с тобой получилась схема. От вопроса, формулировки своей позиции, через аргументы мы придем к выводу. Наше сочинение будет логично, наше сочинение будет доказательным. И это будет твое сочинение, а не списанное из интернета. Давай попробуем еще. Третья тема, это тоже тема, которая относится к одному из направлений 2021 года. Звучит тоже как цитата. Согласны ли вы с фразой о Хаксли? Я хотел изменить мир, но понял. Единственное, что точно могу изменить, я сам. Да, время перемен. Время перемен в жизни человека, время перемен в судьбе страны. Но ты видишь, это тема о переменах внутри личности. Значит, если ты выучишь сочинение про перемены в истории, оно тебе не подойдет. Так давай попробуем поработать именно над этой темой. Ключевое слово, которое мы здесь видим, это изменение. И я сам. Какие вопросы мы можем сформулировать? Думай. Я предлагаю тебе такие вопросы. Как человек может изменить себя? Повод для размышления. Конечно. И под силу ли человеку изменить весь мир? Здесь не будет правильного ответа. Здесь важна твоя позиция и то, как ты ее сможешь защитить. Давай с тобой сразу сообразим. Ну, вряд ли человек, правда, может изменить весь мир. А изменить себя, это ему под силу. Но, безусловно, изменение самого себя, это процесс нелегкий и небыстрый. Поэтому ответом на наш вопрос может послужить такая мысль. Изменить мир очень трудно. И прежде чем менять мир, стоит посмотреть на себя. Согласен? Если изменить себя просто, то давай докажем нашу позицию с помощью литературных аргументов. Это тоже произведения, очень небольшие по объему. Какие же герои и какие события смогут подтвердить нашу позицию? Сначала я предложу тебе очень короткую новеллу Александра Грина. Называется она «Зеленая лампа». Ее герой Джон Ив, молодой человек, который приехал в Лондон. Его судьба трагична. Он пережил много бед. Он пережил нищету. И сейчас, сидя бродягой на тротуаре лондонском, он встречает случайно миллионера Стильтона. Стильтон хочет позабавиться над молодым человеком и предлагает ему небольшое поручение. Он обещает, что будет платить деньги за то, что молодой человек будет ежевечерне включать зеленую лампу. Молодой человек соглашается. Он приходит в дом, включает зеленую лампу. И как это изменило его судьбу, и как это изменило судьбу Стильтона, ты узнаешь сам. Прочитай рассказ небольшой. Но если тебе не захочется читать рассказ про зеленую лампу, я предложу тебе другой рассказ Андрея Платоновича Платонова. Называется «Песчаная учительница». Тоже очень интересный рассказ о том, как Мария Никифоровна Нарышкина приезжает учителем в селе. Конечно, она мечтает о том, чтобы из ее уроков вышли в жизнь большие, талантливые, окрыленные люди. Но вот беда. Поселок граничит с пустыней. Дети болеют, есть нечего, никому не интересно учиться. Что делать учителю? Опустить руки. Мария Нарышкина выбирает другое. Она начинает учиться, чтобы превратить поселок, занесенный песком в оазис. Сможет ли она изменить мир? Сможет ли она изменить хотя бы мир вокруг себя? Узнай это сам. А вот себя, Мария Нарышкина, изменить смогла. Это произведение будет, мне кажется, замечательным аргументом. Только прочти его и пойми, как иногда изменения внутри личности приводят к изменениям в мире целом. Ты видишь, наша схема готова. Ты можешь снова писать сочинения по предложенной теме. И последняя тема, над которой мы поработаем сегодня, это направление «Я и мое поколение». И здесь трудность заключается в том, что в качестве аргументов тебе следует использовать, скорее всего, произведения, написанные в 21 веке. Ты что-нибудь читал? Сомневаюсь. Но сегодня помогу тебе два произведения точно узнать. И эти произведения ответят на вопрос, какие черты характеризуют мое поколение. Но начнем мы опять с вопроса. Какие черты? Ну, конечно, черты могут быть отрицательными, могут быть положительными. И пусть это будет теми вспомогательными вопросами, на которые мы с тобой ответим. Какие отрицательные черты, свойственные моим ровесникам? И какие положительные черты, свойственные моим ровесникам? Мне кажется, эти вопросы уже наталкивают нас на вывод, что моему поколению свойственны и отрицательные черты, и положительные. И вообще нельзя судить обо всем поколении по одному человеку, правда? Поэтому мы с тобой и придем к этому выводу, что поколение неоднородно, что подростки ищут свой путь в жизни. Все они ищут этот путь по-разному. Кто-то путем проб и ошибок, кто-то беря за образец старшее поколение. Но все они ищут. На пути от вопроса к ответу нам понадобится с тобой произведение. Я рекомендую тебе почитать в интернете статью Алины Абдрашитовой, которая так и называется «Портрет моего поколения». Это юная девушка, твоя ровесница, сегодня, наверное, она уже студентка, которая поставила перед собой цель рассказать миру о поколении 20-х годов 21 века. И она прямо заявляет, что в этой статье она будет говорить о сущности современного поколения и покажет конкретные примеры на основе опыта ее ровесников, ее знакомых. Статья небольшая, на ее чтение у тебя уйдет не более 15 минут, но поверь, она будет очень полезна. Запомни, Алина Абдрашитова «Портрет моего поколения». Есть еще один рассказ, который написан современной писательницей Еленой Габовой, и называется он «Не пускайте рыжую на озеро». Типичная ситуация для современной школы, как мне кажется. В классе не любят Светку Сергееву. Не любят потому, что Светка рыжая. Она постоянно подвергается издевкам одноклассников. Никто не хочет с ней рядом сидеть, никто не хочет ходить с ней в походы. Но Светка почему-то не обращает на это внимания. Почему-то Светке абсолютно не интересны те издевки, которые адресуют ей одноклассники. Может потому, что у нее есть свой путь, может потому, что перед ней уже стоит какая-то цель. Почитай, уверен, этот рассказ не оставит тебя равнодушным. А мы пришли к выводу, перед нами снова есть схема сочинения, есть тот конспект, по которому ты сможешь создать свой собственный текст. Итак, друг мой, что мы можем сказать, прослушав весь этот урок, все это занятие, что написать итоговое сочинение можно. Может быть сложно, но можно. Только начинай прямо сейчас, а я желаю тебе удачи. И надеюсь, что эксперт, прочитавший твое сочинение, с удовольствием поставит отметки во всех клеточках зачет. До встречи!